МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Исполнить все заветные детские мечты в Самаре установили традиционную елку желаний. 5 километров светящихся лент, как украшают к Новому году Самарскую набережную. Контроль за работой ресторанов и клубов усилят. Меры безопасности обсудили на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Самаре стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Символ Нового года украсили праздничными открытками, в которых маленькие самарцы, проживающие в социальных учреждениях областного центра, написали о самых желанных подарках. В мероприятии приняла участие глава Самары Елена Лапушкина и неравнодушные жители города. О чем мечтают ребята, которые верят в Деда Мороза, узнала Ольга Павлова. Здесь бываются мечты, и елка зажигается волшебными огнями гораздо раньше обычного. Более 500 скромных, но таких важных желаний маленьких горожан исполнится. Торжественное открытие ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» состоялось вновь. Есть традиции, которые должны продолжаться, должны жить, несмотря ни на какие ограничения. Очень жалко, что сегодня с нами нет детей, которые по традиции у нас наряжают елку, вешают эти замечательные яркие открытки, но тем не менее, традиция должна жить, и я рада, что сегодня я и не одна. С нами наши традиционные добрые партнеры. Все мечты сбудутся. Не сомневайтесь. Еще не было ни одного Нового года, когда бы не исполнилось хоть одно желание маленького ребенка. За прошедшие 13 лет новогодние желания ребят исполнили более 40 тысяч горожан, а счастливее в почти 9,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году в рамках акции им подарили 597 подарков. Игрушки, спортивную одежду, коньки, велосипеды, планшеты и многое другое. Наравне с мэрией Самара ежегодно в акции принимает участие и неравнодушные жители города. Мы все пожелания эти изучим. Естественно, ни один ребенок не останется без подарка. Мы сделаем все возможное для того, чтобы принести детям счастья и радость в приближающемся Новом году. Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Для этого нужно обратиться в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара по адресу Куйбышева, 44, и снять с елки желание открытку. В этом году формат вручения подарков изменился. Учитывая неблагоприятную эпидобстановку, доступ в детские учреждения ограничен. В связи с этим подарок необходимо привезти туда, где ребенок проживает, и передать администрации социального учреждения для дальнейшего вручения. Акция продлится до 31 декабря. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Сквер на пересечении Авроры и Аэродромной засверкает новыми огнями. Территорию в этом году обновили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Теперь ее украшают новыми инсталляциями к Новому году, что будет радовать местных жителей, увидел Андрей Горгуленко. Композиция из таких больших светящихся шаров станет одним из украшений обновленного сквера на пересечении Авроры и Аэродрома. Электромонтеры подключают иллюминацию к городскому освещению. Аккуратно изолируют все провода и готовятся к установке праздничных фигур. Холодный воздух работе не мешает. Павел Худяков, один из монтеров, шутит, что в мороз производительность увеличивается, чтобы все сделать быстрее. Помогает и то, что гирлянды надежные. Такой минус стойко выдерживают. Здесь используется такой пластик, что он не так сильно деревенеет, как бы на морозе. На морозах еще таких не было для пластика, то есть он, конечно, потверже, но ничего критичного ломаться, я думаю, не будет. Кроме шаров в сквере появились еще два новых иллюминационных дерева. Подобные устанавливали в прошлом году на Крымской площади. Также рабочие украсили гирлянды одной из деревянных беседок. В первую очередь мы украшаем территории, те, по которым проходит большое количество жителей Самары. Это площади, это скверы, это те пространства, которые отремонтированы по различным программам городским. Сквер на пересечении Аврора и аэродромный как раз из таких. Его комплексно благоустроили этим летом по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь делали дорожки, лавочки, беседки, детскую спортивную площадки, а также сухой фонтан. Местные жители не перестают восхищаться красотой, которая появилась по соседству, рады и новым новогодним украшениям. Раньше было шумно, а сейчас здорово погулять с детьми. Мы ждем Новый год, и когда улицы украшаются, становится вдвойне приятнее. В сквере до этого во время благоустройства уже были установлены гирлянды вокруг елки. Они своим светом уже не первый вечер создают у горожан праздничное настроение. А с сегодняшнего дня с ними рядом засверкает и новая иллюминация. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. В Самаре также подсветили сквер имени Ольги Санфировой. Сквер «30 лет победы», сквер самарских космонавтов, сквер «Лечников», Крымскую площадь, а также склону площади Славы. Кроме того, светодиодными гирляндами нарядили около тысячи деревьев. К празднику преображается и Самарская набережная. На Маяковском спуске сегодня собирали 12-метровую искусственную елку, в ближайшие дни ее украсит новогодними игрушками. Гирлянды уже заняли свое место. Рядом от Маяковского спуска до бассейна ЦСК ВВС уже заливают традиционный каток. Кроме того, по всей набережной повесят на деревьях и на детских площадках более пяти километров ярких световых лент. Великолепная пятерка заливщиков ежедневно выходит на лед. Каток заливают во дворе дома на Демократической 32. Чтобы получилось идеальное зеркало требуется почти неделя. Сначала нужно наморозить холодной водой 10-сантиметровый слой. Затем уже теплый выровнять все шероховатости. Лед, вы можете даже посмотреть, идеальный по качеству. Будем говорить, не хуже, чем во дворцах спорта. Не хуже, даже не уступает. Чистка и заливка каждый день, каждый день, независимо 1 января, 31 декабря, каждый день до марта месяца. Этой хоккейной коробке уже 17 лет. Изначально она была деревянная. В этом году по программе «Содействие» борта поменяли на современные пластиковые. Инициатором выступили местные жители. Ожидаемый результат от этого проекта превысил все возможные показатели. Мы очень рады, что вместе с жителями у нас получился этот проект. И на благо жителей нашего района все получилось, все будет замечательно. Это хоккейная коробка – место притяжения детворы и взрослых из шести ближайших многоэтажек. Всю зиму на катке будут сменять друг друга массовые катания, хоккейные матчи и народные гуляния. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. В Самаре усилят контроль за работой ресторанов, кафе и ночных клубов. Об этом говорили на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, который прошел под председательством главы города Елены Лапушкиной. На сегодня проверили 109 объектов общепита, оказывающих услуги с 11 вечера до 6 утра. Особое внимание уделяют проверкам в торговых центрах города. Напомню, подросткам там запрещено находиться без сопровождения взрослых. Также на контроле у профильных департаментов и городских властей соблюдение масочного режима в общественном транспорте. На сегодняшний день ситуация улучшается. Пассажиры подходят к мерам безопасности осознанно и стараются использовать средства защиты. За осень в транспорте провели 313 рейдов. В ходе проверок высадили 860 пассажиров без масок. Тем временем за сутки в Самарской области зарегистрировали 263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 22 873. Такие данные в среду 2 декабря опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 255 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 20 332 пациентов. Сколько денег получит Самарская область на выплаты медикам, когда начнут реконструкцию цирка? И как сделать регион еще более привлекательным для инвесторов? Ответы узнаем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Самарская область получит 156 миллионов рублей на выплаты медикам, которые помогают больным коронавирусом. В правительстве России приняли решение направить регионам в общей сложности еще 10 миллиардов рублей из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медицинские работники получали положенные выплаты в кратчайшие сроки. Реконструкцию здания цирка на Молодогвардейской планируют начать в следующем году. Сейчас депутаты готовятся принять в окончательном чтении бюджет региона на будущий год и планируют статьи расходов. В этом году регион получил более 30 миллиардов рублей из федеральной казны. В 2021-м ожидается еще больше. Благодаря этим средствам продолжат реализацию крупных инфраструктурных проектов. Строительство моста через реку Сок. Строительство второй очереди Фрунзенского моста. Возведение моста через реку Волга в районе села Климовка. Будут закончены работы по возведению дворца спорта на Молодогвардейской. И начнется реконструкция Самарского цирка. Проект подготовили еще три года назад. Стоимость оценили в 900 с лишним миллионов рублей. Но тогда регион не смог получить поддержку. Позже губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос реконструкции на проектном комитете нацпроекта культура. Деньги для Самарского цирка рекомендовали выделить из федерального бюджета. Как сделать Самарскую область еще более привлекательной для инвесторов и как пандемия сказалась на самых значимых отраслях экономики. Эти темы эксперты обсуждают на международном форуме университет-драйвер социально-экономического развития региона. Мониторинг ситуации на крупнейших предприятиях группа исследователей проводила в течение всего года. Каким выводом пришли, расскажем в следующем сюжете. Международный форум проходит в онлайн-формате. На связи представители региональных властей, ученые и руководители крупнейших предприятий. На повестке обсуждение инвестиционной привлекательности региона. Самарская область за последние несколько лет демонстрирует уверенную динамику роста и улучшила свои показатели в национальном рейтинге, поднявшись с 24 на 22 место. Но пандемия сказалась на многих отраслях экономики. Ученые Самарского исследовательского института провели мониторинг и пришли к выводу. Больше всего пострадала аэрокосмическая отрасль, меньше всего медицина и машиностроительный кластер. Автомобиль и строительный кластер демонстрируют уверенное развитие. Причем там наблюдается наибольший рост долгосрочных инвестиций. Нефтехимический кластер вносит наибольшую долю, конечно, в общий объем инвестиций Самарской области. Но опять же, хоть эта доля и большая, но она постепенно убывает. Не могут текущие тренды не оказывать влияния такого негативного на состояние инвестиций здесь и сейчас. Но мы очень рассчитываем на то, что предприятия с преодолением всех сложностей текущего момента вернутся к своим первоначальным активным планам, инвестированию, развитию своих собственных производств предприятий. И это создаст основу для дальнейшего экономического роста. Для инвесторов в регионе создана необходимая инфраструктура, действуют государственные индустриальные парки, резидентами которых являются 15 компаний, вложивших более 8 миллиардов рублей инвестиций и создавших более 4 тысяч рабочих мест. Разработать новые инновационные проекты и подходы могут помочь университеты, которые становятся драйверами социально-экономического развития региона. То есть, университет не только готовит кадры и выдает какие-то научные результаты, но также влияет и на развитие самой территории, самого города, где он находится. И, безусловно, привлекает к своей деятельности также и жителей города. И всевозможные проекты генерируют новые. На форуме озвучены только первые результаты масштабного исследования. Ученые продолжат свою работу и в завершении предложат конкретные меры по улучшению инвестиционного климата региона. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Официальный курс доллара на 3 декабря 75 рублей 62 копейки. Американская валюта прибавила 71 копейку. Евро по-прежнему 91 рубль и 31 копейка. Нефть марки «Брент» на 2 декабря 47 долларов 32 цента. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Работу самарских волонтеров отметил губернатор Дмитрий Азаров. Накануне глава региона встретился в режиме онлайн с активом партии «Единая Россия», которая 1 декабря отметила свое 19-летие. Действенная помощь людям – задача, которая с первых дней основания объединяет всех партийцев. Сегодня в код борьбы с пандемией коронавируса это особенно актуально. Тему продолжит Елена Малютина. Спасибо вам, Надежда Алексеевна. Моментально откликаться и делать добрые дела уже вошло в привычку Надежды Дмитриевой. Волонтерством она занимается 7 лет. Говорит, получать награды всегда приятно. Но забота об окружающих и тот душевный порыв, который испытывает, поднимает настроение. Когда по началу первой волны я сама принимала вызовы, нам позвонила бабулечка, которой очень срочно нужно было доставить препараты. И мы тогда как раз сами, самостоятельно, руководство отправилось на этот вызов. И бабушка, она очень сильно волновалась, она была вся в слезах, у нее была истерика. И пока мы доставляли ей эти лекарства, мы периодически разговаривали с ней по телефону, успокаивая ее. И вот те слова благодарности, которые ты получаешь в ответ, когда тебя хотят чем-то угостить даже, да, или просто говорят тебе спасибо, вот это, наверное, самая лучшая награда, которую может получить волонтер. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в честь 19-летия Единой России по видеосвязи поздравил однопартийцев, а также поблагодарил волонтеров и медиков, которые с весны этого года помогают людям, оказавшимся в сложной ситуации. Добровольцы помогли более 50 тысячам жителей региона не только получить нужные товары, но и избежать риска заражения. Движение взаимопомощи активно развивается. Одно из наиболее востребованных направлений – автоволонтерство. На вызовы к пациентам врачи отвозят добровольцы. По видеосвязи Дмитрий Азаров пообщался и с депутатами Государственной Думы и поблагодарил их за помощь, оказанную региону. Несмотря на то, что очень непросто приходится региональному бюджету, но у нас 2021 год, тем не менее, на 2 миллиарда эту статью мы увеличили. А если сопоставлять с цифрами 2019 года, то это больше на 5 миллиардов рублей. Во многом, конечно, это стало возможным благодаря работе депутатов Государственной Думы. Хочу вам сказать, что в проекте бюджета, собственно говоря, в бюджете федеральном и в проекте бюджета нашем, надеюсь, мы его примем в ближайшее время, отразим средства федеральные. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что с ростом числа вирусных и легочных заболеваний на медиков легла колоссальная нагрузка. Им на помощь также пришли волонтеры. Елена Малютина, Константин Головин. События. Помочь выпускникам определиться с выбором будущей профессии, организовать качественное школьное питание. Эти вопросы обсудили на окружном родительском собрании. Гульфия Сафина продолжит тему. Календарный год уже близится к завершению, а учебный в самом разгаре. За круглым столом представители городского департамента образования и родительская общественность. Самые актуальные вопросы о деятельности школ обсуждают дистанционно, с помощью видеоконференц-связи. Формат уже хорошо знакомый и детям, и родителям. Мы должны уйти от той старой формы, когда был монолог власти. Монолог, когда говорила только власть. Сегодня мы должны рука об руку воспитать и получить на выходе гармонически развитую личность. Это наших детей. Вы являетесь проводниками идей. Я прошу вас по итогам нашего сегодняшнего окружного собрания, также в режиме ВКС, провести родительские собрания уже на своих территориях. Помочь подросткам определиться в выборе будущей профессии и устранить все возможные сложности в организации горячего питания. Сегодня в школах обучаются порядка 170 тысяч детей. На встрече обсудили самые злободневные вопросы, в том числе формирование новых привычек у детей в условиях пандемии. Носить одноразовые или многоразовые маски в общественных местах, на транспорте. И также напоминаю, что торговые центры дети и подростки могут посещать только в сопровождении родителей. Новой моделью выстраивания диалога с системой образования родители остались довольны. Очень хорошо, что к нам прислушиваются, что дают возможность выступить. И то, что готовы выслушать наши пожелания, какие-то проблемы услышать и в них разобраться. Мне неоднократно об этом дали понять со стороны Департамента образования, что очень приятно. Я думаю, польза будет существенной. Все озвученные материалы беседы уже опубликованы на сайте Департамента образования в разделе «Окружное родительское собрание». Ознакомиться с ними может каждый желающий, как и внести свои предложения. Кульфия Сафина, Николай Епифанов. События. Сотрудники ГИБДД «Самары» продолжают проверять пассажирский транспорт. Очередной рейд прошел в Красноглинском районе. В ходе проверки удалось выявить несколько серьезных нарушений. Об этом наш спецрепортаж. Девять нарушений, два протокола и штраф. Таков итог профилактического рейда «Маршрутное такси». Только за два часа работы было проверено более 60 транспортных средств. Выявлено свыше 20 нарушений. Среди них превышение количества пассажиров, нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил маневрирования, управления транспортным средством при наличии неисправности, неуплата административного штрафа в срок. К сожалению, некоторые водители до сих пор пренебрежительно относятся к безопасности. «Это может привести к дорожно-транспортному происшествию, где могут пострадать пассажиры, пешеходы и другие участники дорожного движения. За 10 месяцев выявлено 7620 административных превышений, совершенных водителями автобусов маршрутных транспортных средств. Водители относятся с пониманием, так как это наша работа». Сотрудник ГИБДД останавливает маршрутное такси. После проверки документов у водителя оказался порван ремень безопасности. «Запрещено у нас эксплуатировать транспортные средства, обязательно надо заменить этот ремень безопасности». Инспектора призывают водителей быть внимательными, проверять техническое состояние автобуса перед выездом на линию, ведь от этого зависит здоровье и жизнь пассажиров. «А нарушение устранить ремень замените?» «Да, заменим». В департаменте транспорта городского округа Самара работает общественная приемная. Жители города обращаются с пожеланиями об организации дорожного движения, в том числе и по работе общественного транспорта. «В этом году планируется изменить организацию дорожного движения в районе пересечения улиц 22-й портсъезды Новосадовой. То есть там планируется участок от улицы 5-й просеки по 22-й портсъезды Новосадовой сделать в режиме одностороннего. Это предложение уносили граждане нашего города неоднократно, для того, чтобы увеличить пропускную способность данного участка, потому что утром именно на таком незначительном участке люди остаются в пробке по 20-30 минут. Для того, чтобы это избежать, разработана была схема. То есть в настоящее время предпределительные мероприятия практически полностью реализованы. Сейчас ведутся работы по изменению режимов работы светофоров. И как только все будет готово, скажем так, мы торжественно разрежем ленточку и посмотрим, как это повлияет на безопасность движения пропускной способности». Все эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности пассажирского транспорта на городских маршрутах в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. Юные самарские футболисты провели первые тренировки на новом газоне стадиона «Салют». Состав баскетбольного клуба «Самара» претерпел изменения. А самарская сумаистка стала одной из лучших в стране. Об этом подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Центровой Дмитрий Халдеев покинул баскетбольный клуб «Самара». Об этом сообщили в пресс-службе волжской команды. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию. Он продолжит карьеру в Екатеринбургском «Уралмаше». Этим летом 21-летний воспитанник новокубышевского «Олимпа» вернулся в Самару после сезона в столичном ЦСКА, но провел всего одну официальную встречу в составе горожан. В 2019 году Дмитрий в составе «Самарской команды» стал чемпионом российской суперлиги. В Новороссийске состоялись всероссийские соревнования по сумо, сумо-тари-кубани. Самарская спортсменка Фаина Корж, выступая в весовой категории до 65 килограммов, в четырех возрастных группах завоевала золотую медаль, рассказали в Министерстве спорта Самарской области. В абсолютной весовой категории среди женщин она получила бронзу. На стадионе «Салют» в поселке Мехзавод прозвучал первый свисток после масштабной реконструкции. Спортивный объект отремонтировали капитально. Теперь юные футболисты могут заниматься здесь в любое время года. Наш корреспондент расскажет подробнее. Морозный воздух и снег не стали помехой для юных спортсменов, которые вышли на обновленный газон стадиона «Салют». Футболисты и тренеры оценили преимущества отремонтированного спортивного комплекса и провели первую полноценную тренировку на искусственном покрытии. В том году был у нас натуральный газон. По сравнению с натуральным газоном, это, естественно, класс. Современный газон, мягенький. Всем нравится, все устраивает. Новые беговые дорожки, вечный зеленый, искусственный газон и современные трибуны на стадионе появились благодаря федеральному проекту «Спорт. Нормы жизни» и нацпроекту «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин. В последний раз «Салют» ремонтировали в 60-е годы прошлого века. Объект действительно нужен, потому что у нас и в Самаре, в городе Самаре, не так много футбольных полей вот такого качества. Это одно из них, которое располагается как раз вот здесь, в районе мехзавода. По словам директора школы, обновленный стадион должен стать новой точкой притяжения для всех жителей Красноглинского района. Красноглинцы и ребята, любители спорта города Самары уже активно интересуются, планируют тренировочный процесс, поэтому, я думаю, он будет достаточно активно востребован в дальнейшем. И в ближайшее время мы начнем полноценную эксплуатацию с проведением мероприятий, соревнований. Дети смогут заниматься на искусственном газоне в любое время года. «Салют» приводили в порядок в соответствии с требованиями ФИФА. Объект начали реконструировать в конце августа 2020 года. В первую очередь, ремонт, реконструкция объекта входила монтаж дренажной системы, которая составила порядка двух километров общепротяженной дренажной системы, монтаж поля непосредственно с искусственным покрытием на несвязанное основание и монтаж беговых дорожек. По нацпроекту «Демография» и федеральному проекту «Спорт нормы жизни» в этом году в Самарской области построили 24 спортплощадки и работа в этом направлении продолжается. В 2021 году в Самаре начнут приводить в порядок стадион «Орбита». Светлана Кудрявцева, Анатолий Головко, Максим Гусев. События. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!